Руководитель отдела обучения Нового Польша, я Ларев, технолог Новый Рус, и антропинка Пайл, тоже технолог Новый Рус. И сейчас Пайл сразу приступает к нанесению бесцветного лака на элемент, который расположен в конце камеры. С этим лаком связан наш сегодняшний конкурс. Сегодня мы традиционно будем разыгрывать посту с логотипом компании Нового. И вопрос будет заключаться в следующем. Что за лак сейчас нанес Пайл? Это будет более понятно в конце нашего мероприятия. Предлагаю вам читать варианты ответов. Повторюсь, это лак, выпускаемый нашей компанией. Он находится в одной из линеек, выпускаемых нашей компанией. И в конце мы еще вернемся к этому продукту. Итак, Пайл нанес на поверхность крыла второй слой лака. Первый слой лака мы не сделали заранее. Я предлагаю начать наше мероприятие с того, чтобы обсудить план, по которому мы будем сегодня с вами разговаривать. Итак, сегодня мы с вами поговорим, безусловно, о функциях и назначении бесцветного лака. О том, из чего он постоит. Об отличиях лака друг от друга. Поговорим о технике нанесения. Это очень важный момент, я думаю, вы об этом знаете. И, безусловно, поговорим о дефектах, которые, к сожалению, очень часто возникают. Надеюсь, после просмотра нашего вебинара их у вас будет меньше. В конце мы ответим на все ваши вопросы по теме бесцветных лаков. Мы этому отведем отдельное время. И вернемся к конкурсу, который мы сегодня проводим. Итак, прежде чем мы начнем, я бы хотел сказать, что за всю историю автомобилестроения, слову говоря, она составляет более чем 100 лет, лакокрасочные материалы претерпели сильные изменения. Они сделали огромный скачок вперед. Если история лакокрасочного покрытия начиналась с нанесения масляных красок, предназначенных для дерева, с помощью кисти, такое покрытие имело огромное количество дефектов, то сейчас мы можем увидеть такую современную технологию, которую используют бренды МСДС и БМВ, как порошковое нанесение лака. Такая технология является самой передовой. Она уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу, она упрощает уход за красочной линией и имеет массу других достоинств. Что будет дальше, мы с вами увидим. Я думаю, лакокрасочные покрытия будут продолжать развиваться и дальше. Итак, предлагаю вам напомнить, из чего состоит или как устроено покрытие современного автомобиля. Итак, флой фосфата цинка, он совсем тоненький, это буквально пара микрон. Далее катафорезный грунт, потом изолирующий оттеночный грунт, базовая краска и бесцветный лак, толщина которого составляет около 40 микрон в среднем. Все это покрытие должно составлять у нас по толщине от 100 до 30 микрон. Но все чаще, к сожалению, мы встречаем толщину покрытия гораздо меньшую, вплоть до 80 и даже 70 микрон. Итак, давайте поговорим о фунтках лака. Да. Фунтки бесцветного лака в нашем покрытии, безусловно, это защита нашего покрытия от механических воздействий. И за эту защиту отвечает один из таких важных компонентов, как акриловая смола, из которой состоит наш акриловый лак. Об этом можно догадаться даже из названия лака. Итак, акриловая смола отвечает за такие важные функции, как механическая прочность, как защита от ультрафиолета, защита от внешних воздействий окружающей среды, за такую важную функцию, как адгезия, и за такую прекрасную функцию, как блеск бесцветного лака. Но, помимо акриловой смолы, есть еще другие не менее важные компоненты, составе акриловых лака. Это добавки. От добавок зависит защита от ультрафиолета. Добавки, которые удаляют воздух из продукта в процессе работы. Вы прекрасно знаете, что окрасочный пистолет, принцип его работы, это смешивание продукта с воздухом и нанесение на деталь. Соответственно, есть добавки, которые удаляют воздух из поверхности. Иначе покрытие было не ладить эффект. Также очень важная добавка, которая отвечает за растекаемость продукта по поверхности. Она регулирует как раз-таки этот параметр, и от нее будет зависеть, насколько лак держится на поверхности, растекается, и какую структуру мы с помощью него можем создать. И, конечно же, это не все. Я думаю, что многие из вас знают, что одним из основных компонентов бесцветного лака является разбавитель, который уже присутствует в банке с лаком с момента изготовления этого продукта. Его количество – это отдельная тема, о которой мы с вами поговорим далее. Хорошо. Хотел только спросить наших участников. У них нас хорошо слышно. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, напишите на чате. Мы постараемся ответить во время нашего вебинара. Да, мы хотим убедиться, что нас хорошо слышно и видно. Да? Давайте поговорим о двух частях лаком. Да, Томаш. Да. Я очень часто слышал с вами об учении, что хотя сейчас может уже не так часто, раньше очень много мастеров спрашивало, что значит эта абибриатуря МС, ХС, БХС. Потому что я встречал с такими мастерами, которые раньше говорят, что допустим, лак типа МС, говорили, что он более мягкий, хС более жесткий. Как это было в носительстве? Ну, относиться, наверное, с юмором стоит к этому, поскольку с жесткостью и мягкостью лака это не имеет никакого отношения с жесткостью лаком, а непосредственное отношение, эта аббревиатура имеет к сухому остатку лака, то есть к тому, что останется на детали после испарения всех летучих органических соединений. И всем известна аббревиатура MS, HS и VKS, Medium, Solid, High, Solid и Very, High, Solid как раз и говорит нам об этом количестве лака, которое у нас останется на элементе. Здесь мы условно можем увидеть, что в лаках класса MS примерное количество сухого остатка порядка 40%, 60% это разбавители, которые улетучивают. Если говорить о лаках HS, то здесь соотношение примерно 50 на 50, ну или в ту или иную сторону может быть немножко отличаться. И самые современные продукты лаки класса Very, High, Solid содержат в себе порядка 60% сухого остатка и 40% разбавителей в составе. Давайте сегодня поговорим о лаках на примере трех продуктов, которые как раз таки не разделяются по этому классу по сухому остатку. Я предлагаю, попрошу оператора показать эти продукты. Мы сегодня поговорим и поговорим и будем использовать лак 540, лак 590 и лак 520. Все эти лаки присутствуют в линейке нового профессора. Итак, предлагаю Павлу сейчас смешать лак 540. Могу сказать, что это лак, который отличается быстрым высыханием и как раз таки это его основное преимущество. Этот лак принадлежит к классу MS. Сейчас Павел смешает порядка 150 мл лака. Лак смешивается с подтвердителем в пропорции 2.1. Все эти лаки смешиваются в данной пропорции. И данный лак содержит добавки, защищающие от истирания впоследствии. Итак, у него он разбавляется со своим отвердителем 51.40. Количество разбавителя в данном продукте, максимальное количество разбавителя это 20%. Я думаю, что Павел сейчас добавит порядка 10% разбавителя, поскольку мы уже знаем, что опытным путем, что это количество для нас является самым комфортным. Итак, данный лак сохнет при 20 градусах примерно за 7-8 часов. Лак достаточно предсказуемый в нанесении и как большинство лаков класса MS требует нанесения в 2 или 3 слоя. Сейчас мы вам все это продемонстрируем. Павел смешает лак, и мы нанесем его на одну из деталей. Деталей у нас три. Четвертая деталь. Я напомню, у нас сегодня конкурс. Попрошу оператора показать четвертую деталь. В самом начале, если вы только подключились, в самом начале нашего вебинара Павел нанес определенный лак, выпускаемый нашей компанией, на эту деталь. И условием конкурса является правильное определение того лака, который присутствует на данной детали. Если правильных ответов будет несколько, мы в случайном порядке выберем победителя, и победитель получит кофту с логотипом нового. У нас уже осень, поэтому это будет очень хороший подарок или презент. Очень полезный. Итак, Павел подписал кубок с лаком 540, и будет наносить его из пистолета Тата 5000 с дюгой 1.3. Итак, мы включаем камеру. И Павел наносит наш лак. Женя, пожалуйста, можно два слова сказать насчет регулировки пистолета перед нанесением? Да. Прежде чем мы нанесем на поверхность детали лак, я бы хотел рассказать пару слов о настройке пистолета. Рекомендую вам приклеить на стенку бумажку для того, чтобы произвести это более наглядно. И первое, с чего мы начнем, это установка давления. Это очень важный параметр. Средняя величина – это 2 бара. Установив на манометре входное давление 2 бара, вы не ошибетесь. Далее настройка заключается в открытии факела. В большинстве случаев мы используем полностью открытый факел. Павел открыл факел. Следующим будет этап настройки подачи материала. Для того, чтобы правильно произвести настройку подачи, я предлагаю полностью закрыть винт подачи материала и приоткрыть на некоторую величину, например, на полтора оборота, и попробовать нанести на деталь. Но прежде чем мы нанесем, прежде чем попробуем нанести на деталь, я хочу пару слов сказать о расстоянии до детали. У каждого краскопульта данное расстояние определяется заводом-изготовителем, но в среднем это расстояние составляет порядка 10-15 сантиметров. Итак, пробуем нанести. Попрошу оператора показать чуть ближе. Факел довольно ровный, но я вижу, что насыщенности слоя немножечко не хватает. Мы немножечко приоткрываем подачу. Немножко приоткрываем подачу. И производим еще одну пробу. Отлично. По-моему, сейчас гораздо лучше. Мы видим, что факел абсолютно ровный, что говорит нам о том, что пистолет чист и не имеет повреждений. И слой достаточно плотный. Предлагаю начать. На этом настройка пистолета завершена. Сейчас Павел будет наносить лак 540 на деталь. И здесь я хочу сказать, что мы на первом слое рекомендуем не трогать торцы, не проходить торцы. Перед нанесением второго слоя лака мы покроем торцы. Иначе будет слишком много материала, что может привести к наплывам. Как минимум, это ни к чему. Итак, Павел наносит равномерный слой. Здесь очень важно соблюдать одинаковое расстояние до детали. Но об этом мы сейчас поговорим более подробно. Итак, на этом нанесение первого слоя завершено. Я напомню, это лак Novel 540. И он принадлежит классу MS лаков. Поэтому мы будем наносить его в два слоя. Это будет правильно. Но, естественно, после определенной межслойной выдержки, о которой мы тоже сейчас поговорим. Потому что важный момент. И мы скажем, какую величину времени должна составлять выдержка. А пока мы перейдем к смешиванию второго нашего лака. Лака Novel 590. Я попрошу оператора подойти поближе, чтобы показать этот лак. Это уже лак класса ХС. Я думаю, можно смешивать. Лак класса ХС, который отличается помимо хорошей толщины, прекрасной растекаемостью, отличным глянцем и защитой от царапин. Поскольку тоже содержит добавки. Скрэйч и действия. Смешивается тоже в пропорции 2 к 1. Но единственное, что в него мы не добавляем разбавитель. Поскольку, на наш взгляд, вязкость данного продукта вполне комфортна для нанесения. Но если вам покажется слишком густым данный лак, вы можете смело добавить до 10% разбавителя. Это абсолютно нормально, поскольку, в первую очередь, вам должно быть удобно наносить лак для получения нужной эстетики. А превратительность 51-20. Пропорции 2 к 1. Я хочу отметить, что данный лак отличается долгим временем открытия, которое позволяет использовать его как на подетальной работе, при подетальном лакировании, так и при лакировании автомобиля целиком. Также прекрасно ведет себя в жаркую погоду. Это очень полезное свойство для жителей южной части страны. По нанесению. Учитывая, что этот продукт с большим таким остатком, чем предыдущий лак, мы рекомендуем наносить его тоже в два слоя, но при этом первый слой делать не таким толстым. Рекомендуем делать его равномерным, закрытым, мокрым слоем, соблюдая все основные правила нанесения, как мы о них договорим. Так, пистолет тот же. Для всех трех лаков пистолет будет один и тот же. Это высота пятитысячная, дюга 1,3. Давление 2 бара, считаю в среднем. И можно сказать оптимальным, с которым вы никогда не ошибетесь. Большинство маляров, которые работали данным лаком, могут отметить легкость розлива, так называемого, по поверхности. Это очень приятное преимущество. Итак, равномерный, но закрытый, тонкий слой. Определенная выдержка. И мы нанесем второй слой лака. Торцы, повторюсь, мы пока не трогаем. Два раза торцы проходить мы не рекомендуем. Так, нанесение первого слоя завершено. Камера немножко продувается, и мы приступаем к нанесению третьего лака. А третьим лаком у нас будет лак класса ВХС. Это лак Ноут 120. Та же самая пропорция смешивания, 2 к 1, но уже без разбавителя. Это лак с самым большим сухим остатком, и его сухой остаток позволяет работать данным лаком в полтора слоя. Для тех, кто уже распробовал данный вид нанесения, я думаю, что это будет прекрасным продуктом. Так, сейчас Павел смешает чуть больше лака, я думаю, порядка 250 миллилитров, поскольку мы будем окрашивать две детали, лакировать почему-то. Расскажу пару слов про базовую краску. Она была нанесена заранее, она уже достаточно высыпла для того, чтобы не тратить ваше драгоценное время на ожидание сушки базовой краски. У данного лака свой отвердитель, и, кстати, по поводу отвердителя, периодически возникают такие вопросы, а можно ли использовать отвердитель от другого продукта. И мы всегда отвечаем, что это связано с риском, поэтому часто игра не стоит свеч. Я прекрасно понимаю, что находясь вечером у себя в мастерской, и когда у вас кончился лак, вам нужно продолжать работу, и вам ничего не остается. Либо отложить на следующий день, либо прибегать к каким-то крайним мерам. Но все-таки мы не рекомендуем делать этого, поскольку переделка работы зачастую гораздо сложнее, чем подождать и залакировать автомобиль позже. Итак, смешиваем лак 0-120 и будем наносить его в полтора слоя. Кстати, об этом тоже очень часто спрашиваю, что из себя представляет нанесение лака в полтора слоя. Видов полутораслоянного нанесения я думаю, что как минимум три. Это легкий тонкий припыл и сразу же слой. Тонкий слой равномерный, небольшая выдержка. И еще один полный слой, это второй вариант нанесения полтора слоя. Не третий вариант, когда мы быстро движемся по детали с помощью труска пульта и сразу же возвращаемся, делаем такой выравнивающий слой в мокрый. В общем, здесь нужно поэкспериментировать и принять решение, какой из вариантов вам подходит больше. Тот вариант, который мы покажем сейчас, я бы назвал стандартным. Это будет припыл, практически без выдержки нанесения основного слоя. Итак, сколько смеси лака у нас сейчас есть, Павел, я хотел бы посмотреть. Так, сейчас у нас порядка 375 миллилитров смеси готовой к нанесению. Сейчас Павел нанесет тонкий равномерный слой, так называемый припыл. И мы бы хотели показать вам еще один интересный момент. Соблюдаем все те же правила. Одинаковое расстояние до деталей, одинаковая скорость, тоненький равномерный слой в виде капелек небольших. Я думаю, что сейчас попрошу оператора показать, как это выглядит. Самое главное, чтобы слой был равномерным и не переходил в мокрые пятна. Иначе так называемая равномерность уже не получится. Да, что-то наподобие. Наподобие это достаточно легко. И прежде чем Павел будет наносить основной слой лака, я хотел бы показать вам такие моменты. Итак, как лакировать две детали, расположенные друг рядом с другом. Многие маляры допускают такую ошибку, когда они соединяют слой лака в месте зазора двух кузовных деталей. В результате можно получить такой дефект, как наплыв собирается такой толстый кантик, который впоследствии может закипеть, плохо высохнуть или просто некрасиво выглядеть, и вы будете вынуждены его полировать или убирать. Это добавит вам какие-то дополнительные сложности. Для того, чтобы немножко упростить эту задачу, предлагаем вам условно разделить элемент на три части. То есть представьте себе, что три части элемента. Определите, какой из элементов вы выберете за тот, на котором будет стыковаться слой лака. Например, стыковать мы планируем слои здесь. И наносим на элемент лак, заходя дальше на следующий элемент. Именно здесь у нас будут стыки лака, а не перехлесты. Потому что если вы будете перехлестывать слои лака друг на друга, то фактически в этом месте вы получите два слоя подряд. А потом еще два слоя подряд. Например, если это был слоен лак, будет перебор, есть вероятность потека или просто появление каких-то других дефектов. Поэтому суть в том, что мы выбираем отрезок на детали чуть дальше от зазора и соединяем слои светного лака. Павел вам сейчас это продемонстрирует. Хочу сказать, что во время нанесения лака в полтора слоя следует быть более внимательным, поскольку после этого слоя нанесение фактически закончится. Если вы что-то пропустили, если какой-то участок вас не устраивает по структуре, по согрению, вы всегда можете его поправить. Главное сделать это вовремя. Нанесли слой, проанализировали, достаточно его или нет, и закончили на этом работу. Если нужно, добавили сразу. Я думаю, сейчас Павел специально недопылил вверх двери, чтобы показать вам, как можно немножечко добавить слой лака, если вы где-то что-то упустили. Мне кажется, он не мог это сделать случайно, зная его опыт. Павел, позвольте предположить, что это было не случайно. Итак, давайте посмотрим, если у нас где-то не хватает недостаточно лака, или вас не устраивает его структура, мы всегда можем добавить немножко в это место. Вот оператор сейчас приблизит уголок двери. Я думаю, что нужно сделать это немножечко сбоку, чтобы, да, так будет видно лучше. И сейчас Павел добавит туда немножечко лака, никаких проблем это у нас не вызовет. Все, отлично. Никакого опыла нет. Опыл поглощается в течение нескольких минут. На этом нанесение лака в полтора слоя закончено. И, как вы видите, это достаточно быстро и абсолютно несложно. А в отличие от нанесения лака в два слоя, поскольку данные элементы нам еще нужно лакировать. К чему мы, собственно, сейчас и приступим. Итак, я думаю, что можно приступить к лакированию данного элемента. А для того, чтобы понять, готов он к нанесению второго слоя или нет, я хочу показать вам, как это продиагностировать. Попрошу оператора подойти чуть ближе. Итак, если у нас присутствует рядом с элементом скотч во время оклейки или есть зона элемента, которая будет не видна после лакирования, после сборки автомобиля, мы аккуратненько трогаем ее, чтобы убедиться, что лак стал липким. Что он не мокрый, а уже, может быть, тянется такой, так называемой, паутинкой. В данном случае, я думаю, что выдержки вполне достаточно. Это можно было сделать даже раньше. Поэтому данный элемент готов к нанесению следующего слоя. Если лак еще не липкий, если слой лака еще мокрый, то, нанеся на него следующий слой, они могут не держаться друг относительно друга, и вы получите наплыв. Либо просто это может привести к другим дефектам, поскольку разбавители из состава продукта еще не вышли. Итак, Павел будет наносить второй слой лака 540. Друзья, я вижу, что есть вопросы. Поскольку мы сосредоточены сейчас на том, чтобы показать вам нанесение лаков и на других интересных моментах, ваши вопросы мы обязательно обсудим чуть-чуть позже. Мы для этого выделим специальное время. Лак Ноул 540 может понравиться малярам, которые любят максимальную предсказуемость продукта. То есть, как нанесли, так и остался. Но я думаю, что вы поймете, о чем я говорю. Итак, нанесение лака завершено. Торцы Павел пролакировал. Да, можем показать расход, если вам будет интересно. Кстати, давайте о расходе 520 лака поговорим. Мы смешивали 375 миллилитров готовой смеси. Сейчас у нас осталось 150. То есть, ушло на деталь 225 миллилитров готовой смеси, если я не ошибаюсь, да? То есть, два элемента, порядка 110-115 миллилитров готовой смеси лака на деталь. Я повторюсь, это было на тех деталях, чтобы не запутать вас. Сейчас мы наносили 540 лак. Сколько мы смешивали? 150 густого продукта и 75 отвердителя. И 10% разбавителя. Значит, у нас ушло порядка 160 миллилитров готовой смеси. Ой, простите, меньше, меньше. 150, 75, 225, 235. 100-35 миллилитров готовой смеси. Это достаточно неплохой результат и достаточно неплохая эстетика для быстрого лака. И третий лак, новый 190, который сейчас нанесет Павел на третью деталь. Все те же правила нанесения, о которых мы сейчас поговорим более подробно. Но сейчас уже перед вторым слоем, перед финальным слоем, мы проходим все торцы. Кстати, данный лак тоже позволяет подкорректировать структуру, если вы где-то пропустили. Я думаю, что для любителей КС лаков это будет один из лучших продуктов из продуктов, выпускаемых нашей компанией, по крайней мере, в линейке Professional точно. Итак, на этом нанесение лака завершено. Я попрошу оператора показать, сколько лак у нас осталось. Было смешано то же самое количество, 150 плюс 75, только без разбавителя. И осталось у нас порядка 75. Миллилитров. Так, расход у нас составил около 150 миллилитров готовой смеси, что, в принципе, достаточно неплохо в целом слое. Итак, все три лака мы нанесли. Сейчас я хотел бы рассказать вам о технике нанесения. Это очень важный момент, от которого зависит конечный результат. Итак, какие существуют правила? Сейчас у нас камера немножко продуется, мы ее выключим для того, чтобы нас было лучше слышно. Итак, правило первое. Одинаковое расстояние до детали и одинаковая скорость. То есть расстояние порядка 10-15 сантиметров это тоже достаточно индивидуальный параметр, который также зависит от оборудования, которое вы используете. И скорость в среднем я бы назвал ее, наверное, порядка 1 метра в секунду. То есть тоже достаточно индивидуальный и зависит еще от настроек пистолета и от конфигурации пистолета. Второй момент. Это положение пистолета относительно детали. Очень важное правило. Всегда соблюдайте угол, перпендикулярное положение пистолета, угол 90 градусов. Вне зависимости от формы элемента. Если элемент меняет свою форму, сгибайте кисть таким образом, чтобы всегда сохранялось перпендикулярно. Если вы окрашиваете капот, крышу или какую-то горизонтальную деталь, большую деталь, наверняка вы сталкивались с тем, что вам тяжело дотянуться до середины капота и вы вынуждены сделать это уже не перпендикулярно, а под каким-то определенным углом. В данном случае, помимо того, что у вас будет неравномерное нанесение, поскольку факел будет превращаться в так называемую точку, вы еще можете получить даже изменение цвета базовой краски. Такое тоже мы встречали. Либо лак будет нанесен полосой. Еще один момент. Это техника окраски отдельных элементов. То есть, при нанесении лака на отдельно снятую деталь, многие маляры делают вот такое движение. То есть, не работают кистью руки, а работают рукой целиком. И вы можете обратить внимание, что в данном случае расстояние до детали, от пистолета до детали, будет всегда переменчивым. И, соответственно, структура лака тоже будет разной. Как хорошо, когда структура лака везде одинаковая. И для того, чтобы добиться такого показателя, всегда сохраняйте пистолет перпендикулярно относительно поверхности. Если вы работаете с элементом отдельно снятым, заходите немножечко за край элемента и только потом делаете определенный сброс. Таким образом, везде будет равномерная структура, равномерная шагрин, и вы добьетесь прекрасному результату. Это основные правила. Соблюдать их достаточно просто. Если вы не задумывались об этом раньше, хороший повод задуматься. Хотя, я думаю, что нас смотрит профессионал. Итак, мы нанесли сейчас три лака поговорить о технике лечения. потому что на чате появилось несколько вопросов, которые бы сейчас хотелось бы ответить. Есть вопросы от Генедия, есть вопросы от Виктора. по-моему, пожалуйста, первый вопрос, по-моему, наилучший будет ответить Виктора, он касается самого нанесения практики. Да, я его постараюсь опубликовать, чтобы его высветлить для всех, да? Хорошо. Это касается вопрос покраски кантов. Когда лучше? Я понял вопрос. И направление внизу или сверху. Хорошо. Отличный вопрос. Повторюсь, мы об этом говорили, на самом деле с удовольствием еще раз повторю. мы все-таки рекомендуем прокрашивать арки, торцы и всевозможные канты, если вы работаете двухслойным лаком, то перед нанесением второго слоя. Потому что если вы будете наносить лак два раза подряд при каждом слое на торцы, возможно, этого будет слишком много. Как минимум, вы сделаете больше работы, чем нужно. Если вы нанесете лак, особенно на таких деталях, когда у нас отдельно снятое крыло, есть так называемая полка крыла или внутренняя часть, которая тоже хорошо должна быть пролачена. Если вы нанесете туда на первом слое лака, прокрасите эту зону, то после окраски лакирования второго слоя, внесения второго слоя, вы испортите структуру лака в этом месте. А это достаточно важно иногда бывает, когда мы оцениваем. Это всегда важно, поскольку результат для нас всегда важен. Поэтому предлагаем сделать следующим образом. Нанесли на поверхность элемента лак, только на поверхность выдержка определенная, потом вы начинаете с торцов, прокрашиваете торцы, например, это капот, вы окрашиваете капот изнутри и переходите на наружную часть и окрашиваете уже слоем наружную часть. Мы предлагаем делать по следующему образом. Если говорить о нанесении сверху или снизу, такой метод существует по той причине, что в окрасочной камере хорошая вентиляция и, как правило, материал тяжелее воздуха, он движется вниз. Поэтому, когда вы идете снизу вверх, то материал оседает уже в мокром слое лака. Но это больше касается базовой краски или грунта мокры по мокрому. С лаком на самом деле делайте так, как вам удобнее. Самое главное, чтобы получалось на самом деле. Делайте вы сверху вниз или снизу вверх, это уже имеет второстепенное значение для бесцветного лака. Я бы ответил на этот вопрос так. Хорошо, если что, один вопрос, который появился раньше, вопрос от паногенеопии. который касается, чтобы поделиться советы о лаках 565-5 и 555-5. Два слова. Я думаю, что нанесение этих продуктов будет примерно одинаковым. Несмотря на то, что это абсолютно разные по своим свойствам. Нанесение будет примерно одинаковым. Подюзи пистолета. Юго пистолета 1.3, пистолет РП, давление 2 или 2.2 бара для каждого из слоев. И нанесение я рекомендую сделать 2 слоя все-таки. Но первый слой тонкий, закрытый, тонкий, равномерный слой. Выдержка для 565-го лака наиболее важна, потому что он очень долго открыт к поглощению опыла. Если вы сделаете второй слой раньше времени, у вас просто все поедет или нарушится структура лака. Поэтому для обоих этих лаков я рекомендую делать выдушку между слоями 10 минут. Например, при стандартной температуре и при работе на стандартном отвердителе. То есть в принципе все достаточно просто. Оба этих лака, особенно 565-й, не боятся переслоения. И я не знаю каких-то явных недостатков, которые можно было бы сейчас сказать. Но тем не менее переливать эти лаки я тоже вам не советую. Ну то есть какая-то золотая середина должна быть. Это касается в принципе любого лака. То есть в принципе те же правила. Там регулировка пистолета, не слишком большая подача, давление 2,2 бара можно взять за среднее и внесение в два слоя. Первый тонкий, выдержка и второй полный. Ваше вопрос. Еще что-то появился самовым нациал вопрос Максима и Виктора. Там был на счет само утверждение лака и в печетлине как он полирует как говорил по 590-й хс-лак, у которого есть кримические забавки. И с одной стороны был вопрос, что надо обладать внимание, чтобы его запозданно не полировать. С другой стороны, Максим сказал, что через месяц его можно вполировать. Какое твое мнение, Женя? Мое мнение, если у вас используется хорошая полировальная система, никаких проблем у вас возникнет в полировке через месяц. То есть вы соблюдаете шаги полирования, у вас хорошие круги, хорошие пасты, все правила полировки вы соблюдаете, я думаю, никаких проблем не возникнет. Единственное, что нужно сделать, это контроль степени полировки с помощью спирта, содержащего состава, потому что если вы используете пасту на основе силикона, вы можете видеть иллюзию отполированности, которая пропадет после мойки. Поэтому рекомендую использовать что-то типа спирта или обезжиривателя деликатного спиртового, для того, чтобы оценить, насколько хорошо вы отполировали, а не затерли силиконом собережащимся в пасте. В остальном, наверное, я бы сказал, что если есть возможность сделать полировку раньше, то наверное лучше сделать это в течение первых двух-трех дней, например. Если нет такой возможности, автомобиль окрашивался целиком, вы ждали деталей каких-то не могли собрать до конца, то отложите на какое-то время и при условии хорошей полировальной системы, никаких проблем у вас не возникнет. Мы на этом еще будем говорить на одном слайде, чтобы показать, как долго лак отъезжает, потому что не все мастеры знают, как долго продолжается, чтобы все процессы окончились с безопасным лаком. Остался нам еще один вопрос, который хотел задать. Секунду. эта тема касается лак и латации ластификатора. Хорошо, я понял ваш вопрос. Лак ведет себя хорошо при условии, что вы соблюдаете правильную пропорцию добавки ластификатора. Что является правильной пропорцией? Если вы обратите внимание, что то увидите, что в линейке нового профессионал, например, добавка создающая пластичность, добавляется в процентном соотношении от 10-30% на готовую сме продукта и отвердителя, даже разбавителя. Мы рекомендуем добавлять минимальное количество 10%. Этого вполне достаточно для того, чтобы почувствовали эффект, и для того, чтобы этот эффект не нарушил эксплуатационные характеристики материала. То есть 10% на готовую смесь добавки мы рекомендуем добавить. Хорошо, Женя, спасибо. Мы обещали сегодня, что успеем окончить в течение одного часа. Я хотел напомнить про конкурс. Возможно, кто-то упустил. Мы говорили об этом в самом начале. Сегодня мы традиционно разыгрываем копту с лиску с логотипом компании ноу, поскольку впереди зима. Возможно, теплая кофта будет полезным презентом для вас. В самом начале Павел нанес лак на тот элемент, который находится вдали камеры, и мы предложили вам угадать, что это за лак. Я только уточню, что этот лак может быть из любой линейки материалов, выпускаемой компанией нового. И вам в конце вебинара будет более понятно, что это за продукт. Дальше вы поймете кучу. Если вариантов ответа будет нет, в случайном порядке мы выберем победителя. И завтра в группе ВКонтакте, в группе нового Рус ВКонтакте мы выложим правильный ответ, выложим победителя этого конкурса. Итак, давайте перейдем к таким моментам, как пропорции отвердителя и пропорции разбавителя. Если с пропорцией отвердителя вроде все понятно, написано два к одному, то есть две части лака и одна часть отвердителя, то с пропорцией разбавителя у многих возникают вопросы. Во-первых, обратите внимание, что на каждой банке с продуктом указывается пропорция и указывается максимальное количество разбавителя, максимально допустимое для того, чтобы не потерять свойства, такие как эстетика и другие механические свойства продукта и так далее, его толщину. Поэтому, если у вас получается немножечко сократить количество разбавителя и вам комфортно его наносить, то остановитесь на этом. Если вязкости не хватает и вам хочется сделать его более жидким, ради бога добавьте разбавитель, но не превышайте назначенные указанные пределы. безусловно, разбавитель, используя оригинальный разбавитель, вы всегда будете на 100% уверены, что никаких проблем у вас не возникнет и все будет соответствовать. Учитывая, что на банку лака идет всего лишь до, например, 10 или 20% разбавителя, то это абсолютно незначительное количество. Я думаю, что это можно себе позволить. Итак, следующее, на что хотели бы обратить внимание, это толщина слоя. На автомобиле выпускаемых завода это толщина составляет порядка 40 микрон. Ремонтный же лак у нас бывает гораздо толще, но не всегда. В случае с МС лаками мы наносим лак в 2-3 слоя, ХС лаки наносятся в 2 слоя, как правило, и в ХС продукты мы можем наносить всего лишь в полтора слоя. Сегодня мы об этом говорили. Итак, какие еще есть моменты? Подбор скорости отвердителя и разбавителя. Важный момент. Если вы работаете в стандартных условиях 20-25 градусов, все стабильно, то вы можете работать с стандартным отвердителем, стандартным разбавителем. Никих проблем не возникнет и у вас все будет как всегда замечательно. Если же ваши условия отличаются от стандартных слишком холодно, например, меньше 20 градусов, то мы берем отвердитель более быстрый. И наоборот, то есть в жарких условиях когда у нас в камере 35 градусов, то мы используем более медленный отвердитель и более медленный разбавитель. Также рекомендуем использовать более медленный разбавитель с утвердителем, когда вы окрашиваете большую площадь. Но повторюсь, в некоторых продуктах, как, например, лак нового 520, стандартный нового 590, простите, стандартный отвердитель абсолютно прекрасно справляет с твоей задачей, и при этом лак работает на больших площадях и даже поэлементно. То есть и так, и так, это как стандартный вариант, замечательный. Женя, вопрос у доктора, который сейчас действительно становится более актуалным насчет применения ускорителя. Можно, нельзя, опасно, не опасно, что лучше, быстрее сведитель или ускоритель, какое это проимение, подскажи, пожалуйста. Во-первых, вопрос отличный, потому что мы об этом немножечко даже забыли, готовить к сегодняшнему мероприятию. На самом деле, ускоритель акрилового продукта, это абсолютно нормальный вход, если у вас стандартный отвердитель, но при этом холодные условия работы. Соблюдая определенную пропорцию ускорителя, ничего плохого не будет, и это будет абсолютно нормально, млазь будет вести себя нормально. Главное не превышать количество ускорителя. Но по своим свойствам это будет схоже с использованием быстрого отвердителя. Вот такое мое мнение. как раз следующий вопрос, который будет за секунду ответ, мы на него будем за секунду ответить, да? Это вопрос Максима, который касается подгребания самого вака, мы за секунду до этой темы вернемся и ответим. Хороший вопрос, Максим, спасибо. Отличный вопрос. Предлагаю за самый лучший вопрос добавить еще один подарок на футболку с логотипом нашей компании, потому что сегодня отличные вопросы, я думаю, что это будет правильным решением. Итак, мы поговорим об этом чуть позже. Структура лака, так называемая шагрень, которую мы продуем во время нанесения. Это очень важный момент, поскольку при ремонтной окраске мы всегда стремимся к наилучшему результату, а наилучшим результатом является соответствие ремонтного элемента с заводским. То есть мы всегда стремимся, чтобы наш элемент был похож на заводской и структура в том числе. Структура на элементе с завода присутствует неспроста, она защищает элемент от внешних воздействий, поскольку гладкий элемент и стирался бы быстрее, чем элемент с определенной шагренью на поверхности с определенной структурой. Так что она должна быть и наверняка из практики те, кто полирует в зеркало в стекло элементы вынуждены это делать, но во многих случаях это вынужденная мера. Замечают, что впоследствии такие элементы затираются гораздо быстрее, чем элементы, которые имеют определенную структуру. Поэтому обратите на это внимание. Итак, следующий момент температура деталей и воздуха. очень интересный момент. Многие маляры оценивают температуру детали по температуре окружающего автомобиля воздуха. То есть, например, у нас в нашем окрасочном боксе или в окрасочной камере 20 градусов и, соответственно, делаем вывод, что температура детали тоже 20 градусов. На самом деле это не совсем так. Температура детали, как правило, на нескольких градусов меньше, чем температура окружающего ее воздуха. Поэтому следует это учитывать, работая в камере или работая в других условиях. Учитывайте то, что сушка лака будет происходить не при той температуре, не при окружающей температуре, а при температуре чуть меньше. Поэтому всегда делайте небольшой 3 градуса более высокая температура точки роста, конденсации, чтобы на элементе не появилась влажность. Это тоже очень важный момент, на который надо оплатить внимание, чтобы потом не возникают вопросы. да, вообще условия, в которых мы работаем, это один из самых важных моментов, и я рекомендую стремиться всегда к улучшению этих условий. Если вы чувствуете, что вы не можете добиться лучшего результата, использовать рейные продукты, то следует попробовать изменить условия в лучшую сторону. Я понимаю, что на флавах это все очень легко, но тем не менее стоит к этому стремиться. Итак, если все же у нас в помещении достаточно прохладно, там, зимний период, или, например, сейчас у нас на улице уже температура меньше 20 градусов, наверняка вы знаете, что, например, моторное масло автомобиля, оно густеет при понижении температуры. То же самое происходит и с любым бесцветным лаком, он становится гуще. Что мы вынуждены делать? Добавить в него разбавитель. Существует определенная максимальная различная разбавителем, ее не следует превышать. Как один из вариантов, мы предлагаем вам немножечко подогреть лак, как сейчас наш зритель, наш участник задавал такой вопрос. Это прекрасная мера. И из практики я могу сказать, что однажды я лакировал в условиях, наверное, ниже 10 градусов, что было, в принципе, очень неправильно, но при этом мы подогрели феном канистру с лаком, и лак прекрасно разливался по детали, и у него были прекрасные свойства в плане нанесения, растекаемое, растекание, очень комфортно и вязкость. Поэтому, чтобы понизить вязкость продукта, вы его можете немножко подогреть. Но учтите, что немножко, это значит, не до 80 градусов или до кипения, а до 25-35 градусов. И при этом рекомендую приоткрыть крышку с продуктом, поскольку взрыв нам тоже не нужен в окрасочной камере или в помещении. Итак, следующий момент блеск и глубина лака. Такие два параметра интересные. Они зависят от многих фагров, я думаю, что вы прекрасно понимаете, что это связано и с самим продуктом в первую очередь, с его качеством, с качеством смолы, с техникой нанесения, с использованием разбавителя, с его качеством и так далее и тому подобное. Но большую роль в этом процессе играет толщина покрытия. Она не должна быть слишком тонкой, слишком маленькой или слишком большой. И то и то являются ошибкой. Я думаю, что вы обращали внимание, что когда лака слишком много на поверхности, то он тоже не очень хорошо выглядит, возможно, появляется какая-то сетка. Когда его слишком мало, естественно, он будет хуже блестеть и выглядеть не так, как должен. сказать, как мы в лаборатории проверяем лаки, какие параметры, на что смотрим, чтобы дойти до проверки самого лака. Пожалуйста, Жень, давай рассмотрим, хотя коротко, какие параметры мы исследуем. блестка, который мы сейчас говорили, исследуется с помощью специального прибора, который анализирует отражение от поверхности исследуемого элемента, отражение света, попадающего на него. Это основной принцип его работы. Следующим параметром является твердость, которая исследуется с помощью так называемого маятника Кёнига. Это специальный прибор, который устанавливается на пластину, покрытую каким-либо материалом, в данном случае лаком, и этот маятник начинает качаться. Если покрытие слишком мягкое, то качение маятника прекращается достаточно быстро. И чем тверже покрытие, тем больше колебаний делает маятник. Вот такой интересный прибор. Все это происходит в нашей компании. Я все это видел своими глазами, а помощь наверное видит это практически каждый день. Поехали дальше. натуральные тесты из Флорида, где в условиях программы проверка старения вакуапокрытия. воскресенные методы, Да, это специальная камера с ультрафиолетовыми лампами, в которой используется принцип ускоренного старения, воссоздается несколько лет пребывания на Солнце, что очень важно для южных стран. И за это безусловно отвечают как смола, так и анти ультрафиолетовые добавки или инвибиторы ультрафиолетового излучения. Такой тест всегда проводится. Это тоже частая вещь, что мастеры не знают как долго происходить это время, полного утверждевания лака. Что значит рабочая твердость? значит полная твердость? Давай примите эту тему, чтобы решить вопросы, которые очень часто появляются. Для начала рабочая твердость это твердость лака, которая позволяет нам отполировать его и установить деталь на автомобиль. это рабочая твердость. То есть твердость, с которой мы можем уже производить манипуляции дальнейшая сборка, полировка и так далее. Полная твердость это эксплуатационные характеристики лака, которые будут существовать в дальнейшем. Если вы обратите внимание на эту табличку, на которой мы видим графики достижения рабочей твердости, она достигается у всех продуктов по-разному 8 часов, 12, 14 часов, 20 градусов, то полная твердость достигается спустя несколько дней, то есть порядка недели, иногда и больше. Это при условии, что все условия, так скажем, из-за павкологии были соблюдены. Подогревание лака, сушка лака повышенной температурой, она ускоряет рабочую твердость. То есть мы раньше сможем его полировать, просто лак раньше высохнет. А вот на полную твердость это никак не повлияет практически. То есть полная твердость она останется такой же, как и если бы мы лак не сушили. Но одна важная поправка. Если у вас помещение очень влажно, то чем быстрее лак высохнет, тем меньше лак получит влаги. От лака получит влаги. На самом деле мы об этом сейчас и хотели поговорить. То есть к чему я это говорю? Если у вас есть возможность сушки повышенной температуры, все-таки следует прибегнуть к такому случаю. Я очень часто вижу, что мастера не закрывают плотно отверстие. Мы знаем на лаборатории, что там внутри изоцианат, который должен запротиться оттверждения окровых продуктов. На что влияет с точки зрения мастера, если много попадает в изоцианат? Изоцианат это такое вещество, которое является отвердительным всех окрилоз продуктов. И это вещество ужасно боится воды. То есть оно не то чтобы боится воды, вода его нейтрализует, но с водой оно реагирует с гораздо большим удовольствием, чем с самим продуктом. Поэтому если у нас влажность в помещении гораздо больше, чем 40-50%, например, чем средняя влажность, то это вещество уже начинает нейтрализовываться. Когда мы не закрываем пробку, крышку с отвердителем, отвердитель теряет свои свойства, обратите на это внимание. Все продукты, которые используются в процессе ремонта, должны быть закрыты после использования, сразу закрыты. И обратите внимание на присутствие воды в помещении, в котором вы проработать. Когда вы поливаете полы с целью уменьшения отторности, все-таки не забывайте о том, что вода негативно влияет на отверждение лака, и не только лака, а всех акриловых продуктов. И поэтому после лакирования, если уж пришлось прибегать к такому методу, я рекомендую не держать двери закрытыми в первые час-два. То есть рекомендую все-таки создать вентиляцию в помещении, чтобы лак просто не задохнулся и отвердительно не нейтрализовался этой влагой. Хорошо, Женя, мы нашли до последнего слайда по плану. Самые частые ошибки Мальяра остались нам еще ответить на вопросы наших участников и ответить и подвести итоги конкурса. Да, конечно. На самом деле список ошибок можно пополнить до бесконечности, их бывает вообще достаточно много у некоторых, но основными ошибками можно назвать отсутствие блеска лака или неправильная структура лака, которая влечет за собой плохой блеск. Это может быть связано с тем, что мы использовали какой-то некорректный разбавитель или растворитель, не дай бог. Мы не соблюдали технику нанесения. Мы нанесли слишком тонкий или слишком толстый слой. То есть, как правило, это связано именно с этим. Ну, как раз-таки о толщине слоев я уже сейчас сказал. Если слой лака будет слишком толстым, то это потенциально будет опасно в плане потеков, наплывов. Также это может привести за собой закипание, когда поверхность лака прорывается выходящими из продукта летучими веществами и потеря блеска при превышении слоя, к сожалению, тоже очень частое явление. Так называемое появление сетки. Потому что многие маляры считают, что нет границ по толщине бесцветного лака, и если развели больше, то и третий слой будет не лишним. Я все-таки рекомендую вам не вдаваться в крайности и соблюдать какую-то золотую середину и все будет хорошо. Итак, следующий момент это количество слоев базовой краски. Это связано с ее укрывистостью, конечно, я понимаю, поэтому когда вы работаете хорошей базовой системой с меньшим количеством слоев, с хорошей укрывистостью, то это по-любому повлияет на конечный результат на этих лаках, на блеск лаках. И тем более, если эти слои были плохо просушены. Это отдельная тема, которой мы уже касались. Сушка базовой краски это очень важный момент и здесь стоит быть предельно внимательным. То есть, чем лучше базовая краска высохла, тем лучше будет выглядеть бесцветный лак. Иначе, если вы ее не досушили, самое меньшее, что вы можете получить из дефектов, это потускнение реакция с недосохшей базовой краской и лак будет более тусклым. Опять же, та же самая сетка появится. Самое плохое, что может произойти, лак просто отслоится, потому что разбавителю из базовой краски нужно будет куда-то деваться. И он не даст адгезии бесцветным лаком. Прошу, Женя, мы дошли до вопросов, которые появились на чате. Пожалуйста, первый вопрос от Сергея. Можно добиться заводского качества покрыта при ремонтной окраске? Я считаю, что я успокою, абсолютно спокойно этого можно добиться. И более того, можно даже если говорить о бесцветном лаке, то его параметры могут быть даже лучше, чем параметры заводского лака. Все зависит от производителя автомобиля. Но если говорить о лакокрасочном покрытии в целом, то есть учитывая фосфат, цинка, катафорезный грунт, следующий грунт-изолятор и так далее, то конечно же сделать все это так, как делает завод изготовительный мы не сможем. Сможем сделать так, что несколько лет автомобиль будет прекрасно выглядеть и соблюдая все правила, я думаю, что это и 5, и 7, и проблем. Хорошо, только надо соблюдать технологии, если мы работаем с антикоррозентом, грунтом, все то, что говорить технология, спокойно можно добиться. Следующий вопрос, который есть, это вопрос покраски фары. Я понял, чем лакировать фары. Так, ну, в первую очередь, лак должен иметь хорошую механическую устойчивость, потому что зачастую нам приходится зимой очистить фары щеткой, и, естественно, такое сильное воздействие может повлиять негативно на лак, поэтому я бы рекомендовал использовать лаки, которые содержат в себе керамические добавки, то есть добавки с крэч-резистом. Их достаточно много, если говорить о этих лаков, я не вижу. Если, например, говорить на основе линейки нового профессионал, то все лаки номерные, на которых название лака в виде номера, например, нового 590, содержит керамические добавки, за исключением 520 лака, правда. И дальше уже нужно отталкиваться от того, что для вас является важным, например, время высыхания, да, то есть если вы возьмете 540 лак, то достаточно быстро этот лак будет готов к монтажу фары, то есть через 8 часов при температуре 20 градусов у него будет рабочая твердость, вы даже сможете его полировать, но на фарах, как правило, это не имеет необходимости, то есть любой хороший лак хорошей механической прочности, я бы вам порекомендовал. Так, может лак влиять на конечный результат в плане разнотонных деталей, при условии, что база подобрана идеально. Вы знаете, лак может повлиять на разнотон, но дело не в его цвете, его прозрачности или в чем-то еще. Бывают такие ситуации, ну, во-первых, в наших линейках, ни в одной из наших линейок нет желтого лака, даже если бы какая-то желтизна присутствовала, есть производители, у которых лаки имеют желтый оттенок, это связано, как правило, либо с плохим качеством смолы, либо, наоборот, с хорошим показателем, с присутствием ультрафиолетовых ингибиторов, то есть защищающих лак от ультрафиолетовых от лучей. Значит, даже присутствие желтизны лака, оно все равно не должно влиять на свет, но есть такой момент, как линза или глубина лака. И если мы говорим, например, не просто об окраске элемента, а окраске элементов переход, там, где базовой краски не было в принципе, и вы наносите на старый лак, на заводской лак, новые два слоя, например, лака, у нас глубина лака получается, линза получается сильнее. и вот в этом моменте, к сожалению, мы можем увидеть изменение восприятия цвета, так скажем. Как с этим бороться? Я бы вам порекомендовал быть аккуратнее с толщиной этих слоев, вот именно в том месте, где элемент стыкуется, окрашиваемый элемент в переход, стыкуется с нетронутым элементом. И при подготовке элемента покраски в переход, я бы рекомендовал лак заводской, его структуру немножечко изменить, сделать более гладкий, то есть не скотч брать, а уже какой-то образец типа полторытысячный круг на машинке или даже тысячный. Таким образом, вы немножечко снимете линзы поверхности лака заводской, и при условии, что не сильно много нанесете нашего ремонтного лака, все должно быть хорошо. в зоне, в которой будет лежать наш новый лак. Так, как относитесь к ситуации, когда на второй слой кидаем перлу и накрываем следующим? В принципе, такое применяется, такое практикуется, и многие системы, особенно водные системы прежних поколений, требовали такого промежуточного лакирования, когда мы нанесли слой подложки, так называемый, вынуждены его перелакировать, немножко посушили лак, нанесли перламутр и еще раз залачили. Такой бутерброд получается. На самом деле, в принципе, можно к этому отнестись нормально, только вопрос, для чего, с какой целью вы это делаете. Я думаю, что вопрос связан с тем, что вы хотите что-то интересное в плане цвета придумать со своим автомобилем, то есть добавить перламутра, но перламутр можно добавить или в сам лак, если это уже какая-то кастомная окраска, либо использовать краску тому по себе более интересную. В общем, в принципе, в этом очень плохого ничего нет, главное лак посушить, чтобы базовой окраской мы не создали как бы отторжение по следующим слоям, если я вас правильно понял. Жень, по-моему, мы должны решить, кто выиграл конкурс. Я не видел на чате никакого конкурса. Может, какая подсказка? Давай, Паш, покажи, покажи. Хорошо, подсказка. Я понял, если это будет сложно для вас, то мы подскажем. Как раз у нас с момента начала вебинара прошел час, с момента нанесения прошел час. Павел, не показывай, пожалуйста, лак. Я видел, ты хотел открыть тайну, подсказка, не знаю, что показать конец. На самом деле подсказка будет следующей. Я просто принес. Да, я понял. Итак, напомню, в начале вебинара мы нанесли на поверхность детали два слоя лака, который пока является для вас тайна. И сейчас Павел произойдет полировку мусоринок на поверхности этой детали. Деталь мы не сушили, она сохла при температуре 20 градусов, она была на заднем плане, никто не прибегал к повышению температуры, все было по-честному. Ну что, Павел, что скажешь, лак готов к полировке? А, да, такой момент, мы красили, лакировали соседние детали, и на эту деталь, которая была уже залачена, немножечко налетел опыл, а в остальном лак готов к полировке. всего лишь час, час десять. то есть для многих из вас я думаю, что будет прекрасным результатом возможность полировать уже через час при двадцати градусах. Я считаю, что это очень-очень полезное слое лака. Итак, ждем вашего ответа. Правильный ответ будет вознагражден кофтой с логотипом компании нового. Также мы выберем самые интересные из вопросов, но на наш взгляд, по нашему мнению, и сделаем вам подарок в виде футбола с логотипом компании. Посмотрим, кто будет первым. Пока ответа нет. Сложный вопрос задал. Это не 540-й? Даже скажу, что это не вам нравится. Я сейчас еще одну подсказку сделаю. Этот лак выпускается компанией новол, но этот лак не из линейки нового профессионал, он из другой линейки. Так что подождем следующего варианта ответа. У меня есть все шансы выиграть кофту, я чувствую. Так, 5-6-5, да, по-моему, я вижу ответ. Нет, к сожалению, это не 5-6-5, лак 5-6-5 сохнет 15 минут при 60 градусах и 7 часов при 20 градусах. Это не лак 5-6-5. Это еще одна подсказка, это не спектрал и не новый профессионал. Какие линейки вы знаете запускаемые компанией нового? Так, VHS лак Нет, лак скорее всего принадлежит не скорее всего, а лак принадлежит категории HS лака. Ну, если сегодня никто не ответит правильно, то придется сделать конкурс в группе ВКонтакте, либо придется ночевать здесь. Я, в принципе, не против. Так, уже ближе. Хорошо. Чувствую победитель где-то рядом. Так, уже было тепло на самом деле. Сейчас холоднее. Это не линейка ультра. Я думаю, что вы могли уже открыть все технические карты продуктов и выбрать тот продукт, о котором идет речь. Напомню, лак сох 1 час при 20 градусах. Два слоя лака высохли за 1 час до полировки. Мы вам сейчас это продемонстрировали. Так, либо недавно появился какой-то новый, но не помню номер или может ультра. Это не ультра, но в одном вы правы точно лак достаточно недавно появился. ему уже примерно год. Линейка вообще в принципе достаточно новая, в которой присутствует этот лак. и про эту линейку уже упоминали сейчас. Итак, еще одна подсказка будет прям уже кардинальной, я думаю. Так, нет, это не 520 лак, но вы очень близко. И, кстати, в Next нет лака 520, а в Next есть лак 8000, лак 8100 и лак 8200. 120 лак есть в линейке нового Professional. Но вы очень близки к правильному ответу. Ну что, последняя подсказка? Да, если я вижу, что Геннадий пишет. Хорошо. Так, если у вас есть интернет, хорошо, последняя подсказка, это линейка Next, выпускаемая компанией Noll. Лак принадлежит этой линейке. Еще ближе, буквально совсем чуть-чуть, осталось практически один вариант. Итак, уже пробежали весь интернет. Ну, неужели я пойду в этой кофте домой сегодня? Так, в линейке Next есть три лака. 8100. Все, у нас есть победитель. Так, Сергей. Сергей сказал, что это лак Turbo. Сергей был прав. Это лак под названием Turbo Dry 8000 файл. Прошу сказать конец с этим лаком. Вот так выглядит канистра с лаком. Именно из нее мы брали продукт. В двух словах расскажу, что этот лак сохнет при 20 градусах всего лишь один час. И я считаю, что это очень интересный продукт, который позволяет работать гораздо быстрее. Итак, Сергей, поздравляю вас с правильным ответом. Всем остальным я хотел бы сказать огромное спасибо, что присутствовали сегодня с нами. Сергей, мы хотели бы с вами связаться в нашей группе ВКонтакте. Кто-то просит устройство для очистки шпателей. На самом деле была такая идея с будущим конкурсом, поскольку мы продолжаем снимать видео. Я думаю, что у вас есть шансы, чтобы получить приз виде мойки для шпателей. Итак, всем большое спасибо, до новых встреч. я хотел бы, после этого вебинара ваша работа была немножко лучше. Всем удачи, пока. Спасибо, до свидания. Спасибо.